Здравствуйте дорогие друзья, прошло две недели с момента выпуска второй беты iOS 10.3 обзор который вы можете посмотреть на канале и забегая наперед могу сказать что в Apple ребята не сидят даром. В этом видео традиционно поговорим о скорости работы, новых функциях, багах, посмотрим на тесты в реальных условиях и синтетике и определимся кому стоит обновляться а кому нет. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Уже который раз после обновления у многих появляется свободное место и если у меня это всего около 200 Мбайт, то у некоторых пользователей появилось даже 5 Гбайт не лишнего дискового пространства. Что ж здорово. Если пройти в настройки основные об этом устройстве программы, то можно увидеть список приложений которые не имеют обновлений и полной совместимости с вашей iOS. Apple заверяет что такие программы могут замедлять работу устройства и просят написать разработчикам, которые попросту подзабили. Если вернуться назад и открыть раздел настройки Touch ID и код пароль, то можно заметить микроизменения. Теперь вместо черточек стоят пустые точечки, которые заполняются по мере ввода пин-кода. Кардинальность изменения просто зашкаливает. Пофиксен черный экран отображаемый при открытии настроек. Штука реально успела поднакалить, особенно если у вас светлые обои. Теперь это дело белое и не раздражает. Полностью заблокирован баг с зависанием устройства при получении специальных сообщений. Если в предыдущей бете еще были микроподлагивания, а девайс уже не виз, то теперь все гладко. Правда при открытии такого сообщения из приложения iMessage еще возможны подвисания. Думаю к финальному релизу Apple все пофиксит окончательно. Давно пора. Также исправлен баг, когда из центра уведомления можно было отправить устройство в Respring и баг скрывающий док через Spotlight. Что касается производительности, то тесты в реальных условиях показали значительное увеличение скорости работы лишь на таких относительно старых устройствах как iPhone 5 и iPhone 5s. Особенно это касается скорости запуска устройств. Правда это не очень важный параметр, потому как iPhone или iPad перезагружаются крайне редко. На остальных девайсах никаких изменений ни в лучшую ни в худшую сторону вы не почувствуете, потому что все и так работает замечательно. Пробежавшись по синтетике стало понятно, что с каждой бетой очков устройство набирает все меньше и меньше. В моем случае это iPhone 7 Plus, но реально на производительности это никак не сказывается, так что расстраиваться не стоит, ведь это всего лишь цифры. Обновляться на iOS 10 3 стоит однозначно всем тем, кто уже сидит на десятке, разумеется лучше дождаться финального релиза. О том как установить бету смотрите специальный ролик на канале, ссылку я оставлю в описании. Если же у вас девятка, то владельцам iPhone 5 я не рекомендую обновляться, все таки девятка на пятерке работает побыстрее. У тех у кого iPhone 5s не рекомендовал бы тоже, но так как многие стучат кулаком в грудь и говорят что десятка лучше, в комментариях, то тут уже действуйте на свое усмотрение. Владельцам всех остальных более новых гаджетов обновляться обязательно. Ну а на этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Всем тем кто еще не с нами обязательно подписывайтесь, у нас тут глобальный подход к повышению уровня качества картинки ожидается. Увидимся в следующем видео. До скорых встреч.